Мы продолжаем фиксировать хронику тепловых прорывов в Нижнем Новгороде. Больше всего жалоб на теплоснабжение нам поступает из Канавинского района. Там больше всего проблемных домов, которые в новогодние праздники оставались без отопления, и больше всего прорывов в систем теплоснабжения. Объехать всех, кто обращается в нашу редакцию, мы не в силах, но мы посетили несколько адресов. Ого! Судорывало, да? Батарея? Черт, вода? Да? Горячая вода, весь подъезд. Слесарю куски чугуна из этой батареи жители оставили. Пар во всем подъезде, попробуем найти кого-нибудь из жителей. Здравствуйте! Что у вас здесь происходит? Вот у нас этот коммунальный апокалипсис начался еще вчера. Возвращалась домой, смотрю, что там начинает подтекать батарея. Смотрю, лежат куски вот этого чугуна. Вот это вот мой еще вчерашний подарок с запиской слесарям, который все проигнорировали. То есть вчера приезжали, видели это слесаря из аварийной службы, махнули рукой, почесали затылок, сказали, пусть это разбирается дуб, когда они что-то сделают, мы не знаем. Ну и предсказуемо, что сегодня произошло утром вот это. Потому что история такая, что у нас в ночь на Рождество отключали отопление на двое суток, потом, когда дали, часть стояков промерзла. Ну, в квартирах пришли, отогрели промерзшие стояки, тоже после многочисленных звонков и скандалов. А вот, я не знаю, не смогли, не захотели они отогреть в подъезде. Ну и, естественно, закономерно, что там дней за 10 вот это все промерзло и прорвало. Вот, все мокрое. В квартирах тоже обои отмокли, двери изнутри мокрые, пол уже мокрый, все мокрое везде. Звонок уже не работает дверной, то есть он вышел из строя. Мне кажется, нас уже скоро смоет. Зашумела вода и все, пошло и поехало. Потом все по потолкам и везде. У нас с донтом можно было ходить. Утечка отопления на чердаке и все залило у нас. Вот, смотрите, здесь. Ой, а что это оно такое коричневое? А это грязь, ржавчина. Помет птичий, все с чердака. Вон там тоже, вот отваливается. Здесь все текло через люстру, электричества нет. Периодически давали отопление, выключали, давали, выключали, трубы не выдержали, наверное, лопнули. Я уже заявок штук 6-7 давала, все соседи. Ну, толку нет. Здесь не было отопления. Было сегодня холодно, пока не было прорыва, сейчас потепляло. После некоторых и многих обращений в домоуправляющую компанию, в теплоэнерго, с предложениями как-то исправить ситуацию и оказать населению, людям, простым гражданам услуги, которые прописаны в договоре и за которые каждый из нас платит регулярно, без опозданий, они ни к чему не приводят. И сегодня это просто апофеоз того, что все случилось. Протекают все стены, фасад дома весь пролит водой. Разморозилось, стояк, лопнул вентиль, видите, выплюнулся, башка у нее отлетелась. Корпус от корпуса, она лопнула и вылетел, штук вылетел. А из-за чего это могло произойти? Потому что хотели, ну то и дело останавливать. Вот, вы думаете, почему прорывы случаются? Прекращается подача тепла, не предупреждается, дома должны сливаться. Дома не сливаются, температура, видите, какая. Все, и приехали. Высела, вообще-то ужас, вообще-то идет кипяченая вода. А дети были дома, что случилось? Все у соседей, до первого этажа соседей, все. Мы были, мы просто услышали, что забегала девушка с четвертого этажа, заплакала. Мы все вышли, начали заходить к ней, у нее просто льется с потолка кипяток, прям льется кипяток. То есть не вытереть нельзя, ничего. Мы стали звонить в ДУК, заявка принята, заявка принята. Мы начали звонить 112, заявка принята, заявка принята. Никто не едет. Мы начали кричать, у нас котельная под окном. Мы начали ребятам кричать, кто работает на котельной, что помогите, помогите. Прибежал мальчик, посмотрел, сказал, ну ждите, надо будет перекрывать. Мы не один дом, который сегодня прорвало. Мы уже шестой, как сказали нам сегодня ребята, которые отключали воду. Скорее всего дали давление, наверное, да, какое-то и просто рвануло, и все. Ждите, они вот так вот сделали? Ждите. А у нас водопад просто, водопад. Мы сидим без отопления, у нас все течет. Что дальше-то нам делать? У нас маленькие дети у всех. Дальше-то какие действия будут? Подойдет мастер для проведения ремонтных работ. Это когда будет? Это когда будет? Какие вообще рамки временные? По строкам нет информации, работы ведут. То есть неизвестно сколько. Мы как вот сидим с 7 числа с выключенным стояком отопления с 1 по 4, как вот мы сидим, так и будем продолжать теперь сидеть вообще без отопления. Правильно? Свет нам включить нельзя, потому что у нас все просто насквозь. Как жить-то дальше? То есть мы не обогреться не можем? Работают по теплоснабжению, сейчас ведутся, ожидайте. Где они ведутся-то? Никого нету. Где они ведутся? Из ДУКа вообще никто не приходил. Мы ждем с утра. По вашему адресу вам предоставила, другие вопросы остались у вас? У меня только один вопрос. Когда придут представители ДУКа? Как ранее вам уже сказала, по строкам у нас нет информации, работы по вашему адресу ведутся. Ничего не ведется. Если других вопросов у вас нет, спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Это вся информация. Сейчас на данный момент у нас нету тепла, нету света. То есть мы будем сидеть в холодной, мокрой квартире без света с маленькими детьми. Повторюсь, что все эти пострадавшие дома из Канавинского района. И вместе с некоторыми жителями мы пытались поговорить с представителями местной дому управляющей компании. Мы в полной мере осознаем, что происходит. Вот здесь, вот сейчас на данном адресе, да? Сейчас дом под теплом запущен, включены два стояка. Это уже слили. Если бы это не слили, это все провалось дальше. Возьмите чеки, приложите их к заявлению на возмещение ущерба, будет возмещено. А сегодня жителям где ночевать? А вот рядом мужчина стоит. В 42-й квартире у него все отсутствует вообще. Где сегодня ночевать жителям? Включили, все промычено. На этот вопрос я вам не отвечу. Я сейчас могу констатировать только один факт. Заявление подано, от всех поданных заявлений будут составлены акты на ремонтные работы по вашему данному. Кто оценивать ущерб будет по квартире? Мы опишем повреждения, передадим в оценку. Будет оценка, с вами вопрос будет урегулирован. Я завтра все подниму. Александр, поговорите с нами. Нет, подождите. Я не уполномочен с вами. Не препятствуйте, не препятствуйте. Дайте мы пройдем. До свидания. Почему так много аварий в Канавинском районе? Московское шоссе 250. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Мы были там. Там весь подъезд. Там пар по всему подъезду. Я еще раз вам говорю. По всем вопросам вы можете обратиться в пресс-службу домоправляющей компании. Вам там ответят на все интересующие вас вопросы. В подъезде вы видите? Вы специально игнорируете? Вы там покажете все видео. Это вы меня не слышите. Я не уполномочен вам. Я уполномочен работать с жителями. Вы главный джинир. Я уполномочен работать с жителями. Какие у вас полномочия? С жителями работать. Рабочие приходят без инструментов. Соответственно, все комментарии по количеству аварий, что и как, какие принятые меры вы можете получить в пресс-службе домоправляющей компании. В Канавинском районе из-за того, что очень изношены сети, я один из старых районов города Ниженного города, и данные коммуникации уже начинают приходить в негодность. Здесь переход сейчас большого минуса на плюс, а эти переходы всегда провоцируются аварии на тепловых сетях, которые долго не ремонтировались. Сейчас, в первую очередь, минимизировать ущерб жителей и обеспечить их безопасность, чтобы все-таки они даже приночевали. Потом зафиксировать факт пострадавших, сколько они потеряли нанесенный ущерб, и последующим возмещением. Кстати, что касается прорывов на теплотрассе, то они тоже сегодня были, и тоже в Канавинском районе. Магистральную трассу с кипятком прорвало на бульваре мира. До конца дня сотрудники теплоэнерго обещали течь устранить.